Взрывы 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 Так, я здесь, лёгкото господа Давайте будем начинать Лёгкото, давайте будем начинать Будем начинать Здравствуйте, друзья Здравствуйте А сегодня Я буду читать лекции По изменению климата По изменению климата На состояние 20 ноября 2021 года Так, мои конспекты Сейчас проверим Все Мои завиточки Есть и так, друзья Давайте будем начинать нашу лекцию Если у нас есть вопросы То я попрошу составить свои вопросы До конца лекции В конце лекции Я с новостями отвечу На все вопросы А сейчас будем начинать Итак, друзья Изменения климата Что значит такое изменение климата Это Вызванное деятельностью человека Наблюдаемое или Прогнозируемое Если это сейчас Прямо происходит И сейчас у нас снова Аклиматическая модель В которой идет речь О отдаленном объявлении Которое будет иметь место Останок Он еще не только не касается Превышение температуры Но нескольких Радусов Останавливается В некоторых частях В срочной перспективе Снизится На этом графике Я выявил на экран Возможно Хотя в других местах одно количество осадок может остаться прежним, но подать они могут в виде непостоянных явлений Чтобы вы понимали, это может быть непродолжительное непостоянное явление Понятно, да? О чем я говорю сейчас? Возрасти интенсивность сильных штормов из разновидностей именно ураганов Потенциальное пройдение переочередной инвентаризации о глобальной поездке дня и развитии этой тематики Было всецело изложено на плечи нашей коллеги Хотя климат земли колебался и раньше, последние сто лет это происходит не сравнительно чаще, господа мои Даже чаще, чем может показаться При этом средняя температура возросла на 0,6-0,7 градусов по Цельсию И 1,2-1,4 градуса по Фаренгейту Может показаться, что это не так много, но на самом деле это достаточно серьезное изменение температуры С тех пор, как климат стал нелинейной динамической системой, которую вы можете увидеть На этом графике, который я вам показывал Это является достаточно серьезной схематикой А я климат земли колебался и раньше в пределах, где-то смежных с этими пределами Но за последние сто лет я прошу учесть, что данные полученные свежие За последние сто лет рост средней годовой температуры наивысший И это, наверное, выше показательно Это все происходят в результате деятельности человека Использование нами таких видов топлива, как нефть, уголь, а также рубка лесов произвело к значительному Увеличению содержания всего этого сфера углекислого газа, а именно СО2 А также других парниковых газов Список и графики вы можете наблюдать на экране мониторов Эти парниковые газы создают эффект удержания тепла Отсюда идет название парниковых газов Это естественное природное явление, такое как парниковый эффект Мы назвали его неконтролируемым парниковым эффектом Но со временем промышленной революции, произведенной в конце 19-20 века Содержание СО2 в атмосфере В результате, этот человек значительно взросл На сегодняшний день он на таком уровне, который не отмечался по крайней мере последние 800 тысяч лет Многие мои 800 тысяч лет Давайте задумаемся Почему же это касается нас с вами? Давайте задумаемся Итак Ну секунду Изменяем вот это Один из вопросов Развитие этого не возможного воздействия этого фактора Жизнь человека на сегодня является одной из вероятнейшихся причин Развития парниковых эффектов По сути Богатые страны, которые давно уже следят за изменениями климата Должны сплотиться и Вывести определенную формулу Которая поможет нам Снизить выбросы парниковых газов А также Увеличить приток Громатских кислородов Итак, друзья мои Какие Проблемы могут Возникнуть С изменениями климата Которые, как вы поняли Которые Уже не награды И для возможности оказать Большое негативное последствие Будут иметь уже не только на наших детей и внуков Но и на нас с вами Итак Негативное воздействие на сельское хозяйство Это понятно, да? Потому что В так называемых климатических зонах В которых Климатические условия Сейчас держатся на волоске Возможно Возникновение Таких ситуаций Как Засухи Также Возникновение Климатических Аномалий И Одного и прочих Дальнейшее увеличение Точнее, пардон Дальнейшее уменьшение количества Пресной воды И ухудшение качества в регионах Где Как правило Бедная община зависит от дождевой воды Использован для поливателя на выходе Лепития Может значительно усугубить Ситуацию В таких регионах В которых Недостаточно Каких-то подземных источников воды И люди там все цело поломляются На Дождевую воду Также Воспространение И лихорадки ДНГ И других болезней В тропических странах Также Будет Расти Будет Нанесен Ущерб Экологическим Системам Биологическим Видам Всевозможным Потому что Очень множество Видов Не успевают Подстраиваться Под современные Аномалии И С каждым Десятилетием Температура Растет Достаточно Большими Темпами В разрезе Общие мировые Картинки Практики К сожалению Не все Животные Организмы Успевают Адаптироваться К этому Кроме того Мы имеем Так называемый Эффект Который Называется Круговое То есть Когда Скажем так Был произведен Толчок И Дальнейшая Ситуация Уже Начинает Выходить Из-под контроля Человек Если Не остановим Свои выбросы На производствах То Мы можем Просто потерять Контроль Над этой Ситуацией И Ситуация Станет Необратима Чем Это грозит Это грозит Тем Что Дальнейшие Условия Жизни на земле Скажем так Не Приложными Для жизни На ней Людей А также Биологических Видов Мы будем иметь Так называемый Эффект Сейчас Есть такая Ситуация Когда Мировой океан Поглощает тепло Мировой океан Всегда Поглощал тепло Фактически Он охлаждал Нашу планету Но Сейчас Мы имеем такую Тенденцию Что Мировой океан По сути сам Нагревается И Уже не может так Эффективно Поглощать тепло Из атмосферы А также Благодаря тому Что океан Нагревается Идёт нагрев Очень Очень Сильно Распространение Сейчас Получили Водоросли Которые Находятся В океане И они Сейчас Очень Сильно Размножаются И Опять Мы Получаем Закольцованный Эффект Благодаря тому Что тепло Водоросли Начинают Осваивать Новые участки Океана Вот А Так как Водоросли Гниют Постепенно Вырабатывают Тот же Самый Известный Нам с вами Целу-2 В результате Процесса Своей жизнедеятельности И соответственно Этим Только Подстёгивают Вот Это Глобальное Потепление Что же делает Сейчас Мировое сообщество Признаёт Что изменение климата Негативно скажется На беднейших слоях Населения Мечёные Политики В разных слоях Общество Пытаются решить Эту проблему Но Пока что Это Безуспешно Что же Можно сделать Нам с вами Во-первых Первый вопрос Это адаптация К современным Климатическим Условиям К Климатическим Моделям Которая Обуславливает То Что На Скажем так На Дериториях На которых Раньше Произрастали Те или иные Культуры Которые Чувствительны К повышениям Температуры Эти культуры Произрастать Больше не смогут Соответственно Это Большими Посредствами В плане экономики Мирового Хозяйства Например Приведём Пример Когда Страны В которых Выращивали Например Бананы Которыми Питалось 80-90% Населения Этих Стран К сожалению Это делать Больше не смогут Потому что Условия Становятся Такими При которых Бананы На России Будет Увеличиваться Температура И Нужно Будет Адаптироваться Либо Придумывать Какой-то Метод Скажем так Модернизации Цепочек Так называемых ГЭМового То есть Генно-модифицированные Продукты То есть Выводить Какой-то Устойчивый К температурам Высоким Повышенным Сорт Бананов Скажем так Либо Высаживать Какую-то другую Культуру То есть Но По сути На этих территориях Бананы Больше произрастать Не смогут Поэтому Адаптация Это ключевой Фактор Скажем так Для Борьбы С изменением Климата Ключевой Первый Важный Шаг В адаптации Это Определение Кто подвержен Воздействию И в какой Форме Такая информация Может осуществить Помочь Стратегически Планировать Рецепии Адаптации На всех Уровнях От глобального До местного И Это Смешение Последствий Изменения Климата Что Могут Сделать Люди Могут Договориться И уменьшить Выбросы СО2 Это Конечно Не остановит Процессы Запущенные Сейчас Но Это Смягчит Последствия Изменения Климата И Замедлит А возможно Спустя Некоторое Время Люди Смогут Разработать Хорошие Средства Для Того Чтобы Обратить Вспять Что Можем Сделать Мы Простые Люди Далеки От Управленческих Каких-то Цепей Каждый Из нас Может Помочь В решении Проблемы Изменения Климата Путем Сокращения Выброса Углерода В повседневной Жизни Например Мы Можем Перерабатывать Отходы Часть Ходить Пешком Ездить На велосипеде Чтобы использовать Автомобили Мы можем Перейти на более Экологические источники Энергии Меньше Сжигать Полезных Ископаемых Скажем так Больше Переходить на Природные Альтернативные Источники Энергии Например Энергию Солнца Энергию Ветра Энергию Воды Гидроэлектростанции Солнечные Электростанции А также Витринные Электрогенераторы На сегодняшний день Это всё Уже В некоторых странах Внедрено И Конечно Что можем сделать Мы Простые Люди Мы Можем Образно Говоря Просто Своим Примером Начинать Показывать Что Мы Не Свиньи Показывать Что Нам не всё равно На нашу природу На нашу планету По сути На которой Мы живём Некоторые Не понимают Что Не нужно Гадить У себя Дом Это Планета Для человечества В глобальных Масштабах И Кто-то думает Что Да Вот Я Такой Выброшу Сейчас Даже Бумажку Или какой-то Мусор И так далее Если никто не увидит То есть Моя часа будет Но На самом деле Надо Начинать С самих Себя Поверьте мне Иногда Всё изменится Тогда Всё будет Хорошо И станет мир наш Лучше В первую очередь Нужно Подумать О наших детях В первую очередь Нужно Подумать О нас Саме Потому что Глупо Думать Что Нас Как-то это всё Обойдёт стороной Либо же Что плохо будет кому-то другому А нам будет Хорошо Это неправильные мысли Нужно Наоборот Нужно думать Как помочь Можно природе Нужно придумывать Какие-то альтернативные Источники энергии Нужно придумывать Какие-то способы И методы очистки Атмосферы От углекислого Газа Нужно придумывать Как Нам всё это Обратить Вспять И начинать нужно С себя Каких-то маленьких Незаметных Шагов Но Которые потом Превратятся В одно большое Достижение Что ж Спасибо Что вы слушали меня Надеюсь Что каждый в этой теме Найдёт для себя Какой-то отголосок И сделает Какие-то выводы Ну и Начнёт Конечно же С себя Всем Хорошего Климата Доклад окончен Доброго Вечера Спасибо тебе За просмотр Надеюсь Видео тебе Понравилось Если это так То ставь лайк И подписывайся На канал А также Бей в колокол Если у тебя есть Вопросы Или предложения С удовольствием На них отвечу В комментариях Если хочешь поддержать канал То ссылочка На донат В описании Рад был помочь Тебе расслабиться До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok